Йоу, друзья! Всем привет! С вами Коча, и сегодняшний видеоролик у нас будет про националиста Максима Марцинкевича по кличке Тесак. Возможно, вы уже слышали данную новость, что совсем недавно он умер в СИЗО. И, как сообщают уже некоторые СМИ, включая федеральных СМИ, что он покончил жизнь самоубийством. И вы знаете, насколько бы я плохо не относился к этому человеку, потому что он всегда был для меня как враг. Ведь он неоднократное количество раз оскорблял другие нации и другие религии. Все равно я не верю в то, что он мог покончить жизнь самоубийством. Опять же, данный человек оскорблял другие нации, но при этом он восхвалял свою нацию. И в то же самое время восхвалял Адольфа Гитлера, урода, который устроил геноцид русскому народу. То есть, опять же, этот человек убил огромное количество русских людей, но Максим почему-то его поддерживал. Я уже не раз, опять же, старался объяснить людям на своем канале, что, опять же, не важно, какой нации или какой религии человек. В каждой нации, в каждой религии есть плохие и хорошие люди. Поэтому не надо всех сувать под одну гребенку. Мы все равны. Мы все, опять же, должны относиться к друг другу как к братьям и сестрам. Но Максим всегда пропагандировал то, что вот он русский, а все остальные нации плохие. И также, да, я могу согласиться, что когда он ловил тех уродов, которые продавали спать с подростком, он это делал правильно. Вот тут да. Но когда он постоянно делил людей на нации и религии, ну, это, знаете, омерзительное чувство у меня вызывало. Поэтому, как бы я плохо к нему не относился, я еще раз не верю в то, что он мог покончить жизнь самоубийством. И хочу прочитать его пост 2014 октября. Если вскроются вдруг Вены, здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Скоро мне ехать на этап месяц-полтора. Мосгурсуд рассмотрит апелляцию и вперед отбывать пятерку за гомофобию. А голуби летят над нашей зоной. Но вот что пришло мне в голову. Кто-то сильно влиятельный и сильно радужный мою посадку заказал. И плюнув в глаза всей стране, ЦП, Интерпол, СК, прокуратура и суд заказ исполнили. А дальше то ликвидировать человека в этой системе стоит недорого. Вспоминается, например, Максим Базылев, он же Адольф, покончивший с собой на Петровке. Поэтому сейчас я со всей официальностью ответственно заявляю, что моя борьба не закончена. Жизнь самоубийством я окончать не собираюсь ни в коем случае. Если вдруг на пересылке я вскрою Вены или повешусь, значит мне помогли. Очень сильно стоит смайдлик. Сердечной недостаточности, ровно как и других заболеваний, у меня нет. Это тоже стоит сказать на всякий случай. А я обоссовал, заранее говорю, этих помощников. И заодно всех тех, кто инициировал и вел мое дело. До новых встреч. Он находился один в четырехместной камере. И, как сообщают уже некоторые СМИ, он вскрыл себе Вены. И рядом с ним нашли бритвенные лезвия. Еще раз, друзья, как бы плохо и негативно я к этому человеку не относился. Вы прекрасно меня знаете. Я за правду. Я за справедливость. И почему-то мне кажется, что он не мог покончить жизнь самоубийством. Друзья, ну а что думаете вы? Обязательно пишите ваши мысли в комментариях. Ну а с вами был Коча ТВ. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой YouTube канал и Instagram. Жмакайте на колокольчик, потому что сейчас YouTube редко уведомляет вас о моих новых видеороликах. И распространяйте данный видеоролик. Пусть россияне знают правду. И также пишите как можно больше комментариев, чтобы ролик выдвигался и YouTube. Всем спасибо. Пока-пока.